Эффективность программ по развитию туризма и физической культуры в округе оценили на 99,4%. На очередном заседании администрации округа Управление образования доложило о результатах реализации долгосрочных целевых программ. Их эффективность оценивается по таким показателям, как освоение бюджетных средств, проведение мероприятий и количество участников программы. Почему не дотянули до сотни, расскажет Валентина Чебичек. Развитие туризма и спорта в округе – полномочия Управления образования и молодежной политики. По итогам 2013 года две соответствующие программы были исполнены почти на 100%. Главный итог по программе развития спорта – участие Ненинского округа в экспозиции регионов в Сочи. Почти два месяца представители округа работали на экспозиции, рассказывая о регионе на международной площадке. Развитию туризма в большей мере способствовали гранты, которые ежегодно предоставляются на реализацию самых интересных проектов. По туризму мы не можем говорить, что контингент – это дети, потому что понимаем, что туристические операторы, которые у нас осуществляют свою деятельность, они получали в рамках данной программы гранты на поддержку своей отрасли в соответствии с теми проектами, которые были представлены. Рассмотрели на заседании и поддержку отличников. Ученики общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений за успехи в обучении получают окружные стипендии. Для учеников сумма составляет от 200 до 400 рублей в зависимости от класса, для студентов – от 900 рублей в месяц. Главный финансист округа расценил эту поддержку как неэффективную раздачу денег, поскольку стипендии ощутимой поддержки учащемуся не дают, но сумма сильно бьет по бюджету. К тому же не все из студентов, получающих стипендию, возвращаются обратно в округ. Мы оказываем эту поддержку тем студентам, которые действительно хорошо учатся, отлично учатся, отлично хорошо учатся. И вот таких студентов желательно, конечно, привлекать для того, чтобы они возвращались после учебы сюда, на Энмар. Поэтому, может быть, надо не тысячу рублей платить, а 20 тысяч платить. Вопрос о целесообразности этой поддержки оставили до формирования бюджета следующего года, так что стипендии пока сохраняются. Также одобрили поощрение учителей-наставников. За каждого победителя межрегиональных и всероссийских олимпиад им полагается по 15 тысяч рублей.